Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Почему любовь не ищет своего? Кто не знает, это цитата из послания апостола Павла Коринфяна. Любовь, пишет он, долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Эти слова надо учить всем женихам и невестам, для того, чтобы понять, что такое настоящая любовь. Потому что то, что мы слышим с больших экранов, то, что мы слышим с плеера, своих наушников, это все не любовь. Даже то, что мы читаем в каких-нибудь средневековых романах или даже классической литературе XIX-XX веков, все это любовь-чувства, которые сегодня есть, завтра нет, которые могут быть глубоко безнравственны по своему содержанию, потому что они могут возникнуть, допустим, и к женатому человеку. А что уж там говорить? Некоторые жалуются, что священников любили, что теперь делать, как дальше жить, возводя вот это состояние любви, чувства, не подобающему пьедесталу, обожествляя их и ставя их во главу всего в своей жизни. Ну, потому что так научили. Ты об этом слышала с первого класса по одиннадцатый. В институте, везде. Мальчики манипулировали этим словосочетанием всю свою жизнь. Да бывает и наоборот. Вот я тебя так люблю, давай теперь пожмем вместе, а давай друг друга узнаем получше. Как ты не готова, ты хранишь целомудрие. Да как же так, ты меня не любишь. Я тебя так люблю, тебе так раскрылся. Вот, ну и так далее. Это мы все прекрасно знаем. Как можно легко свести настоящую любовь просто к половым инстинктам. Так вот, друзья мои, да, перед тем, как создавать с кем-то семью, у тебя должно появиться как минимум уважение к этому человеку. Должна быть общность интересов. Ты должна, если уже говорить о девушках, чувствовать защиту, понимать, что он несет ответственность за свои слова, в состоянии обеспечивать семью, а не ожидать, когда же ему подфартит, и тогда, эх, заживем. Любовь, чувства должны перейти в состояние любви действия. По плодам их узнаете их, говорит Писание. И здесь апостол Павел в своем знаменитом послании Коринфянам говорит о том, как понять, любит тебя человек или нет. Вот, любовь не ищет своего. Любовь бескорыстна. Она готова отдать себя другому, не ожидая ничего взамен. Вы скажете, да, да, так я готов на смерть идти, на плаху, как декабристки за мужьями своими, в Сибирь, куда угодно, в космос, жизнь свою отдам. Не надо таких громких слов. Ты посуду помой за него или за нее, давайте так скажем. Ты полы помой за нее, если она устала, голова болит, беременна, кормящая или просто настроения нет. Еду приготовь за нее. Заработай чуть больше, чтобы ей было жить чуть легче. Ты положи себя на алтарь, труда, заботы. Ты смирись, когда у нее, допустим, грусть, тоска и желание тебя помучать, рассказать о своей грустной жизни, рассказать о том, как ты ее испортил. Послушай внимательно, смиренно, скромно. Да, да, ну извини. И все. Человек перестанет злиться. Видишь, что твоя вторая половинка как-то не в своей тарелке. Ее и это раздражает, и то раздражает, и ты раздражаешь. Ты вроде ничего плохого не сделала. Какая у нас реакция обычная? Да что такое? Я тебе ничего плохого не сделал. Что ты взрываешься? Да ты такая-сякая, такая-сякая. Или наоборот. Что только там о женщинах-то. Мужчины то же самое. Могут истерить, капризничать не меньше, чем некоторые женщины. А ты обними и скажи. Ты устала сегодня, наверное, сильно. Что случилось? Чего грустишь? Чего взвинчина такая? Обними, приласкай. Прими вот эту агрессию по отношению к тебе, впустив себя и потуши в себе, а не пытаясь учить другого человека, как ему или ей правильно общаться с тобой. Все. Проглоти этот момент. Видишь, зло начинает набирать силу. Вот этот маленький снежный шарик может превратиться в лавину. Все. Прими, пока он еще мал. И растопи. С Божьей помощью все возможно. И это будет проявлением настоящей любви, деятельной любви, которая не ищет своего. И в такой семье будет мир, любовь, согласие долгие-долгие годы. Чего искренне вам желаю. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok